Всем приветики! Хотела рассказать вам о том, сколько я вожу с собой Кригна Бокс Фейворитс в командировке, в поездке, в отпуск, везде она меня сопровождает, у нее уже все углы обтерлись, в ожидании того, что я сниму на нее обзор. Но вот, как видите, сколько не планирую, не планируется. А вот так вот сейчас случайно раз и запишем с вами, тем более, что все полноразмерные продукты практически я уже измазала, некоторые по второму кругу пришлось, потому что, действительно, Фейворитс это всегда самая крутая коробка за год, не побоюсь этого слова, потому что в ней что? Любимчики и все самое лучшее за год, так или иначе, с которым я соприкасалась в тестировании, лучшие участники Кригина Бокс, лучшие участники Кригина Бьюти Дэй, лучшие по версии Бьюти Стора. Ну, то есть, короче говоря, это такая сборная солянка всех проектов, которые начинаются со слова Кригина, по-русски просто Кригина. В общем, это можно считать подборочкой спешила и всегда актуального, не имеется никогда на никакой привязке к времени, несмотря на то, что выходит вместе с Бьюти Дэй. Открываем. Здесь важно что? Что в упаковке этой Кригина Бокс есть маленькая деталь, маленькая Кригинка, которая заряжена на успех, энергию. Прицеплю ее сюда, как бы странно это не выглядело носить на свитшоте свой же портрет. Немножко Маня Величия отдает, но я честно признаюсь, я потом ее сниму, передарю кому-нибудь, а лучше отправлю ее маме, у мамы еще такой нет, ей будет приятно. Итак, коробочка. Коробочка, коробочка и коробочка, кстати, надо сказать, получилась прям жирная, потому что здесь действительно очень крутой состав и много таких либо дорогих продуктов в увесистых миниатюрах в travel size, либо прям полноразмерных продуктов. Ну и, конечно же, всякие дополнительные приятности для тех, кто купил коробочку, например, сертификат в Кригина Студио. Кто воспользовался, рассказывайте. Первый продукт у нас в коробочке это Бобби Браун, это тушь. С Моке Ай Маскара вы уже знакомы с этой тушью, собственно, из коробочки. Тушь из Кригина Бокс, и кто ходит в Кригина Студио, тому ресницы красят такой тушью часто. Ну и вообще, тушь эту я уже упоминала. У нее достаточно стандартная универсальная щеточка, сейчас как блогер покажу вам, вот, чтобы вы видели ее. И она прокрашивает ресницы достаточно равномерно. В полноразмерном варианте выглядит вот так. Мне что нравится, то, что она реально смоке, она очень яркая. Вот, если хочется такие черные, причерные ресницы, разделенные, хорошо прокрашенные, то это вам сюда. Я еще ни разу не встречала каких-то негативных отзывов на эту тушь, потому что вот всем, кому я ее рекомендовала, она всем нравится. И с ее помощью очень легко регулировать объем. Хотите, это будет легкая тушь для повседневного макияжа. Хотите, яркая, можете наслаивать. Я считаю, это один из самых удачных запусков Бобби Браун за последние несколько лет, потому что действительно тушь такой продукт. Day by day девушки его используют. Всем надо очень красивые ресницы липт и нижние. Ну, это 100% значочек и звание favorites, как премию вручаю. Эта тушь по праву может считаться влагоустойчивой, то есть это что-то среднее между обычной кремовой тушью и водостойкой. Потому что все-таки смывать ее необходимо средством для снятия, ну, не waterproof мейкапа, конечно, но все-таки это должно быть средство, способное снимать стойкую косметику. Потому что эта тушь стойкая и яркая и не осыпается. Двигаемся дальше. Та-да-да-дам! Полноразмерный продукт number one, и это Nars. Это матовый карандаш для губ. Такого нюдового оттенка персикового я бы слишком не приковывала свое внимание к именно цвету. Здесь фишка про, наверное, саму текстуру, которая favorites по праву с точки зрения, наверное, мирового значения. Потому что это культовый продукт в Nars и любимец многих знаменитостей. Да и в целом он уже так прочно на рынке, что завоевал множество симпатий. Это матовый карандаш, по сути, что среднее между карандашом и помадой, который удобно взять с собой, поправлять в макияж в течение дня. У него в составе витамин Е, который ухаживает за кожей губ. Ну и сам он такой достаточно плотный по покрытию. Не как матовая помада или не как конкрет. Прозрачнее намного, но все-таки такой бархатный матовый финиш у него красивый. И что, наверное, является большим плюсом для этого продукта, по крайней мере, я так нахожу, то, что он не стирается контуром. То есть не стирается по центру и остается у вас такой ужасный контур. Нет, он равномерно сходит, когда вы пьете, едите в течение дня. Если брать яркие цвета, то смываются они, конечно же, средством для стойкого макияжа. Нюдовые смываются обычной мицелляркой вообще без проблем. В общем, карандаш для губ Nars Matte Velvet Lips в оттенке Get Off, вот это, получают звание Favorites. Ой, а сейчас прикольно будет. Кислородная маска Glam Glow. Это та, которая пузырится. Как она мне нравится. Сто процентный феверит. Давайте сделаем, несмотря на то, что у меня сиси-крем на лице. По версии сиси-крема можно все. До него мы еще дойдем. А пока нанесем очищающую маску Bubble Sheet. Заодно и сиси-крем смоем. Очень классно эту маску использовать в поездках после самолета. У меня прямо всегда перед отлетом. Сейчас в косметичке такая лежит. Удобный формат. Итак, это кислородная маска, которая пенится. Заряжаю кожу кислородом. От этого как раз-таки шипучего действия. Эта маска, в принципе, подходит для того, чтобы снимать макияж. Если вам лень, то можете специально мейк не смывать, сразу нанести. Потому что благодаря вот этой шипучей пенке макияж растворяется сам. Кожа глубоко очищается. Становится мягкой, гладкой, очень хорошо сужаются поры. Вот мы сейчас чуть-чуть посидим. Потом еще вот этой как раз самой основой тканы. Этой маске помассируем кожу, чтобы дать дополнительный пилинговый эффект. Она стимулирует кровообращение и даже такой, ну, типа, легкий массажный эффект. Поэтому если вам вдруг где-то будет что-то пощипывать или покалывать, имейте в виду, что это нормально. Не обязательно, потому что у меня через раз. Но в целом значение этому большого можно не придавать. Потому что дискомфорта, по сути, это даже и не доставляет. У нее легкий цитрусовый аромат. И в целом вам необходимо, ну, минуты три для того, чтобы действие этой маски ощутить. После этого вы снимаете ее и еще дополнительно протираете лицо. И вот уже после того, как вы дополнительно очистили механически кожу, вот эту всю красоту можете идти смывать. Какой кайф для тех, кто любит вот этот эффект гладкой кожи с тянутыми порами. Мне кажется, как экспресс-вариант, это вообще прям то, что доктор прописал. Или Елена Александровна. Следующий продукт у нас в коробке. Вот мне попался шампунь. А вообще их троица. И вам должен был попасться один из трех. И здесь я бы даже хотела рассказать не столько о самих этих средствах, а о Davines, а о самом бренде. Потому что Davines в виде стори видеть мы хотели очень давно. Наконец-то увидели. Теперь не нарадуемся о том, как вы, наши клиенты, счастливы. Потому что действительно такое чувство, что это вот то, чего не хватало. И анализируя статистику продаж, мы выделили несколько средств. И вот так вот их раздробили между коробками. Поэтому вам попадется одно из средств Davines. Имейте это в виду. Первое. Ну, начнем, наверное, прям с шампуня, который мне попался. Посмотрите, какая бы огромная кузатая миниатюрка. Это 75 мл. Более чем полноценный. Travel Size вам на такую хорошую поездку хватит. Davines по шампуням сразу что скажу. Он как шампунь, как гель для душа. Его необходимо чуть-чуть хорошо вспенивать. Потому что действительно этот продукт очень экономный. И старайтесь к нему просто больше добавлять воды и вспенивать, вспенивать, вспенивать. Не ленитесь заодно и проснетесь, пока будете там руками наворачивать эту пену. Если вы моете голову по два раза, то на второе мытье возьмите еще в два раза меньше. Потому что когда волосы уже более-менее чистые, шампунь будет вспениваться еще лучше. Это шампунь из линейки SU SU. Это солнцезащитная линейка. И вообще хорошая тенденция, то, что мы заметили летом, это скачок продаж солнцезащитных средств для волос. Не только для тела или для лица. Это круто, потому что действительно волосы также нуждаются в защите от солнца. Тем более, что сейчас воздействие солнечное, оно стало еще агрессивнее и заметнее проявляться на коже и на волосах. Волосы сохнут и очень быстро выгорает свет, если вы красите волосы. Особенно, если используете какие-то красноватые каштановые тона. Вот эта линия SU как раз-таки защищает ваши волосы от агрессивного воздействия солнца. Что еще важно, что в качестве геля для душа этот продукт усиливает загар. Он не затемняет, он ни в коем случае, это не автозагар. Он просто не дает загару быстро слезать с вашего тела. И будучи очень щадящим, восстанавливающим шампунем, который позволяет вот как раз-таки восполнить все эти повреждения и пересушенность волос, которые они получают после длительного пребывания на солнце, Он еще и хорошо очищает, смывая морскую соль, смывая хлорку из бассейна. И может быть использован каждый день и даже несколько раз в день, если вы вдруг, например, в отпуске и с утра после пляжа помоете, и к ужину еще раз помоете голову. Нет проблем, не переживайте за кожу головы. И два вида молочка, которые также могли вам попасться в коробке. Солнцезащитная, здесь принцип такой же. И All-in-One это OI линия, которая очень универсальная, она унисекс. Вот это очень прям классное молочко. Как спрей, вы просто наносите его на влажные волосы, можно даже на сухие, для дополнительного питания. То есть такой эффект второго кондиционера, очень легкого, но при этом очень эффективного, круто для кончиков, в целом по всей длине. Вообще, независимо от того, сушите вы волосы феном, или они у вас высыхают естественным образом, или сушите вы их на солнце, или на пляже. Несмываемый уход, он в вашем бьюти-рационе должен быть обязательно, потому что для волос недостаточно просто шампуня и бальзама. Вам необходимо что-то еще сверху наносить, чтобы защищать их от воздействия окружающей среды. Даже сейчас, вот какие перепады температур ждут ваши волосы каждый день. Вы выходите в холод, потом заходите на работу, там тепло, в одном месте влажность, в другом сухость. Все это очень быстро отражается на волосах, поэтому обязательно молочко наносите. Наносите его там типа 10-15 пшиков на всю длину. Больший акцент делайте, конечно же, на кончике, потому что они больше нуждаются, собственно, в уходе и в реставрации. Молочко, которое солнцезащитное из линейки SU, оно вообще очень легкое, оно как водичка скорее, поэтому вы можете обильно опрыскивать даже в течение дня, если вы находитесь на солнце, не только после того, как вы помыли волосы, а и для того, чтобы дополнительно освежить УЭФ-фильтры на своих волосах. Следующий продукт у нас в коробке, любимчики, и, наверное, никто не сможет побить эту любовь. Это скиная санпатчи под глаза. Ну невозможно, я не знаю. Очень много патчей нравятся мне, но это любовь. Сколько бы я про них не говорила, сколько бы не пыталась им изменить с кем-то, все равно это самые удобные патчи. Патчи идеальные для самолета, потому что их не видно под солнцезащитными очками. Я вообще в выходной день очень часто, если еду, например, в студию свою же как клиент или на работу в офис, я вообще легко могу их прилепить, надеть огромные солнцезащитные очки и так ехать, и меня вообще не парит. Могу даже очки не надевать, настолько они какие-то идеальные по форме, что меня вообще не беспокоит только я выгляжу в этот момент, потому что я знаю, что я выгляжу классно. Вот я тут недавно решила, что это умные патчи, потому что на всех они действуют по-разному. Кому-то они покалывают, кому-то они холодят, кому-то они дают вот это хорошее такое стягивающее действие, которое также дает очень хороший инфотренажный эффект. В общем, ощущения у всех разные, а эффект один хороший. Полноразмерная, это вот такая у них упаковка, там, собственно, такие же монодозочки, это если вдруг кто не знает. Хотя, я надеюсь, что кто-то еще не знает про скин и сленпатчи, потому что я, мне кажется, уже везде про них рассказала, а в битисторе у нас, если они появляются, то они тут же sold out, потому что все эти небольшие партии, которые приходят в Россию, мы стараемся сразу же загробастать и нашим дорогим клиентам навыдавать. И они очень популярны. Вот пошел холодочек. Очень приятно. Ну и, наверное, еще один такой важный момент, который стоит отметить, это отбеливание кожи. Для тех, у кого, особенно, знаете, такой выраженный коричневый пигмент под глазами, вот разница вообще заметна, потому что кожа действительно становится светлее. Пока посижу в патчах и расскажу вам про следующего фаворитика, потому что это фаворит неоспоримый. Фаворит уже со стажем. Какой по счету коробки? Фаворит, эти патчи, не знаю, мне кажется, во всех коробках фаворит были эти патчи, ну, потому что это прям находка. Это вот мое бьюти-открытие, которое я до сих пор воспринимаю с пятью такими жирными звездочками, потому что это вау. Давайте пока разберем следующий продукт. Это увлажняющий крем. Я вообще хочу привлечь внимание ваших увлажняющей линии кинзоки, потому что она реально классная. Ну и очень прикольное у него название «Ангел-хранитель». Вот в такой миниатюре. Вам здесь прям более чем хватит распробовать. А полноразмерно он вот в такой очень симпатичной лаконичной упаковке, милейшего нежно-голубого цвета, как платье Мари Антонеты. Хочется даже попробовать это на вкус. Давайте нанесем. И вот это, я понимаю, почему. Вот «Ангел-хранитель». Я бы еще что-то со словом «рай» сюда предложила, потому что ощущение, что ты навлаживаешься какими-то нежнейшими сливками. И настолько он нежный, и настолько он быстро впитывается, и настолько он приятный. Если попробуете, сразу поймете, почему он оказался в «Фейворец». Потому что найти реально увлажняющий крем, при этом достаточно универсальный, который не вызывает дискомфорта, который максимальное количество бы видов кожи охватывал, и всем был бы эффективен с точки зрения увлажнения и защиты, это надо реально постараться. И это было такое одно из открытий. Этого года, еще раз повторюсь, здесь крем, а я вот хочу привлечь внимание ко всей линейке, потому что там не только увлажняющий крем. Крут! Там вот прям все ступени дают такой комплексный увлажняющий эффект. Что важно? Поскольку это супер увлажняющее средство, у этого крема расход минимальный. Вот прям вообще. Берите вот прям совсем немножечко и растаскивайте на все лицо, вам хватит. Тем более, что, повторюсь, он настолько нежный, что он легко распределяется по коже вообще без малейшего трения. У него очень приятный аромат, такой, типа, белого лотоса. Ну, что-то вот очень, 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 очень деликатное. Плюс это крем, который создает хороший барьерный эффект, и барьерный эффект для города, который позволяет защищать кожу от перепадов температур, от плохой экологии загрязненной окружающей среды. У него антиоксидантное действие. В общем, это комплексно-защитный уход. И, что важно, на него круто ложится макияж. По результату кожа не блестит, она ровная, такая гладкая, она не прям матовая, но жирного блеска никакого нет, да, такая ближе к матовой. И с ощущением свежести, такой легкой даже прохлады во время нанесения, без чувства липкости вообще. Вот здесь 50 мл, но он настолько экономный, что, мне кажется, вот к нему надо относиться, как к крему в объеме 100 мл, потому что его, ну, в два раза меньше, чем стандартно вы наносите на лицо. Необходимо, но это точно. Наверное, патч-то можно уже и снять. Какая классная кожа просто у меня. Следующий продукт у нас в коробке. Абсолютный фаворит, абсолютнейший фаворит лето. Абсолютный фаворит мой, потому что, сейчас поймете почему, да и еще и полноразмерный продукт. Это праймер фотофиниш с бронзовым эффектом. Сами поймете почему, это я имела в виду нашу совместную коллаборацию со Smashbox, косметичка, с моими любимыми продуктами. Поэтому, собственно, участник этой косметички, ну, никак не мог не оказаться в коробочке Крыгина Бокс Фаворитс. Совсем немножко возьму, распределю между пальчиками и аккуратно нанесу на все лицо. Эффект легкого загара, бронзового сияния, отличная база под макияж, когда кожа начинает светиться, словно изнутри. Во холодное время года не менее актуально, чем летом. У этого праймера плотная текстура, без запаха. Он оттеночный, он такого персикого оттенка, плюс насыщен мелкими частичками бронзи и нитаря, за счет чего создается вот это вот солнечное сияние. При этом в нем достаточно ухода, гиалуроновая кислота, масла ши, которые подготавливают кожу к макияжу и не дают ей пересыхать в течение дня. Вообще, Smashbox, как вам известно, это мейкап-бренд, который родился в фотостудии. И праймеры Photo Finish — это знаковая линейка в Smashbox. И вот что важно, я уже упоминала это, но еще раз повторюсь. Поскольку это праймер оттеночный, вы можете использовать его, в принципе, как полноценное средство для поравнивания тона лица, особенно если вам нечего замазывать, и сверху просто припудрить или выделить центр консилером. То есть не обязательно его использовать как праймер, вы можете его использовать и как самостоятельное средство. Я вам говорю это на своем примере, потому что практически все лето так и красилось. И все мне говорили, ой, ты такая свеженькая, ты такая свеженькая, как хорошо у тебя держится загар. А я так, угу. Ну и он очень стойкий. Вот вы все, что утром нанесли, вечером и смоете. Он не теряет своей плотности в течение дня и позволяет тональному средству быть более стойким. И очень, кстати, он спасал на пробежках. Краситься на пробежку не очень хочется, а с другой стороны с голым лицом тоже не выйдешь. И это была такая крутая золотая серединка, когда ты можешь нанести, чувствовать себя комфортно, понимать, что у тебя хорошая кожа, она сияет, и спокойненько себе бежать, не чувствуя какого-то эффекта, прям тяжести макияжа или вообще не ощущать макияжа на лице. Отлично у нас тут сложился порядок продуктов, потому что чем завершить этот прекрасный тон лица, который сияет легким бронзовым блеском? Конечно же, тональным средством. И здесь абсолютнейший фаворит по версии Крыгина Студио, по версии Крыгина Бокс, по версии всех нас вместе взятых Крыгина Тим. Это CC Крем Эрбариан. Он у вас, вот эта козявка, в миниатюре. Его, кстати, надолго хватает, поэтому бросьте его в косметичку и используйте, если он вам подошел, например, в течение дня для поправок. Потому что вам один раз необходимо нанести это средство, чтобы понять, ваше или не ваше, и скорее всего ваше. Потому что какую-то уж слишком отфотошопленную кожу делает этот CC Крем. Он сам по себе такой сероватый, с капсулками пигмента, которые как раз-таки вот во время этого движения, что я сейчас совершаю, разбиваются на коже и превращаются в легкое тонирующее средство, соединяясь прямо на коже. Он очень увлажняющий, очень ухаживающий, убирает поры вообще, подстраивается под тон, создает такой люминус эффект сияющей кожи, как будто бы вы только что от косметолога, или из отпуска, или после спа-процедур, не знаю. Ну, в общем, кожа реально начинает светиться, становится очень ровная. И я, хоть и категория уже плюс, но при этом еще не совсем в возрасте, хочу сказать, что я вижу грандиозную разницу по тому, насколько моложе начинает выглядеть кожа. Это реально так. И если вы в возрасте, это прям находка, потому что действительно, чем кожа старше, тем более заметен вот этот эффект какого-то просто вот, я не знаю, фейстюна, такое чувство, что мелкие морщинки, расширенные поры, какие-то неровности просто стирают с вашей кожи, вот буквально ластиком во время того, как вы наносите это средство. Полноразмерно выглядит вот так, также с тоненьким носиком. Недавно снимала для вас коробку про Эрбариан и показывала, здесь 45 мл, и очень небольшой расход. Во-первых, потому что он стойкий, его не надо поправлять в течение дня, но, по крайней мере, мне не доводилось поправлять его ни разу, просто даже вот никакой необходимости в этом не было. А во-вторых, не выдавливайте слишком много, датируйте средства, чтобы вот определить какую-то свою дозу, сколько вам необходимо на лицо, вот сколько мне необходимо на лицо, вы видели. SPF 25 также важный фактор для того, чтобы со всей нежностью смотреть в адрес этого сисикрема. По сути, это вам и консилер, и тональное средство, и уход, все в одном флаконе. Даже действие сыворотки я бы тоже туда приписала, потому что очень быстро тонизирует этот сисикрем кожу, она реально начинает выглядеть лучше, она на ощупь даже лучше. И как видите, вот несмотря на то, что у меня клер, это самый светлый оттенок, я положила его поверх праймера с бронзовым эффектом, он спокойненько подстроился, и не выглядит кожа светлее. Он реально круто адаптируется под кожу. Пойду порадую визажистов Кругина Студио, потому что это один из самых популярных продуктов для естественного макияжа у наших мастеров. Понятно почему. А дальше я пойду порадую мастеров маникюра, потому что у них есть тоже свой фаворит. Это увлажняющий крем для рук, но для рук и для ногтей, это Кадали. И что, собственно, важно для нашей коробочки? Полноразмерный продукт. Вот, казалось бы, на рынке крема для рук. Что же можно такое придумать, чтобы он покорил? Нифига. Реально крем для рук, крему для рук рознь. И поскольку я человек, который, ну, не может не нанести крем для рук после мытья и вообще в течение дня, и я наношу крем для рук по локоть, а если у меня открытая майка, так и выше, я хочу сказать, что это прям находка. Во-первых, потому что это очень нежный, то есть он тактильно, приятный, такое чувство, что ты в нежнейший йогурт опускаешь руки. Во-вторых, это цитрусовый аромат. На цитрусовые ароматы я маньяк. Я как рокфор в Чип Дейле на сыр начинаю реагировать на любое проявление ароматов лимона или апельсина. И вот здесь как раз-таки очень яркий, но при этом деликатный аромат апельсина. При этом он тебя так вот бодрит, заряжает энергией и быстро уходит от тебя, чтобы не перегружать твою без того замубитую мыслями голову какими-то яркими ароматами апельсина. У меня вообще с ним какие-то детские ассоциации с ароматом фанты или меринды возникли, что-то такое очень солнечное, летнее, сразу вот реально ощущение какой-то Сицилии и солнца. Несмотря на то, что он ночь на дворе за этим айфоном, если что, ночь. Что важно для меня в креме для рук? Это впитываемость. Не люблю, когда остается ощущение липкости или когда крем лежит пленкой. Поэтому впитываемость это один из факторов, который, собственно, решающий, потому что могу простить аромат, это вкусовщина, но впитываемость должна быть очень высокая. Второй важный пункт, чтобы попасть в фейворитс и чтобы, в принципе, попасть в крыгиный бокс с кремом для рук, очень важно, чтобы эффект сохранялся надолго. Потому что очень часто проблемой кремов для рук является то, что ты нанес, чувствуешь некое увлажнение, помыл руки и все. Сейчас такой период, когда, конечно, очень важно особое внимание уделять уходу за руками. И я вам могу сказать, что я здесь вообще отвратительный пример, потому что я ненавижу перчатки. У меня их очень много, я их покупаю с точки зрения аутфита, моды, и для того, чтобы дополнить образ, но я не могу физически ощущать себя в перчатках. Мне кажется, я в скафандре, я ничего уже не слышу, ничего не вижу, реально теряю координацию. И поэтому зимой руки страдают сильно. И крема я на себя выливаю много, потому что если я этого делать не буду, у меня просто все начнет трескаться, а это и эстетически нехорошо, я же руками работаю. Ну и дискомфорт чудовищный, потому что хочется, чтобы руки были твои, прям как бархат. Чтобы вот так вот спишь и сам от своих ручек балдеешь. Вот, поэтому этому крему твердая пятерка, это реально такой, наверное, среди кремов для рук фаворит за год. И, собственно, логично, он в этой коробочке, потому что это фейворит абсолютно. Далее, крем, о котором я вам как-то уже рассказывала в рубрике один маленький косметик в инстаграме, потому что радостно было приветствовать этот бренд на российском рынке. Это Цераве. Вот такая здесь миниатюра классического увлажняющего лосьона. Полноразмерно он выглядит вот так. Честно, берегу пустую банку, потому что он закончился, чтобы показать вам, как он выглядит в полноразмерном варианте. Это крем, который очень хорошо подходит для атопичной кожи, для кожи, склонной к очень сильным шелушениям, к раздражениям, к пятнам, к высыпаниям, потому что он не содержит отдушек, он очень легкий, он не создает никакой пленки липкого эффекта и удерживает влагу в коже. Сам по себе это лосьон, есть еще крем, это уже текстура, вы выбираете, скажем так, по усмотрению, но он прям очень легкий, нежный, и вот я хочу сказать, что это еще очень крутое средство после загара, для того, чтобы сохранить оптимальный и поддержать оптимальный баланс влаги в коже, и чтобы она не пересыхала, и чтобы весь ваш загар потом не слез, не отшелушился, просто заливайтесь этим кремом и даже по нескольку раз в день, потому что кожа его впитывает просто как губка, вот буквально пожирая, он вообще не остается на поверхности, не оставляет никакого ощущения липкости, что для меня очень важно, потому что я всегда в какое-то состояние легкой спешки, и после душа всегда тороплюсь, мне нужно какое-то средство очень легкое, я с утра использую всегда легкие лосьоны, потому что мне надо, чтобы прям сразу можно было одеваться, я не готова ходить и ждать, пока крем впитается, это не мое, мне надо нанести, и вот пока я бегу до своего платинового шкафа, чтобы выбрать себе одежду, он уже должен впитаться и покинуть по ощущениям мое тело, оказаться где-то внутри кожи и заниматься своими увлажняющими процессами. Ну и очень удобный формат полноразмерного продукта, то что он с помпой, парочки нажатий хватает на все тело, я здесь рекомендую брать по одному нажатию, наносить полностью на кожу, до полного впитывания брать еще одно нажатие и наносить сверху, так у вас будет впитываемость еще быстрее и эффективнее, еще хайля рекоменд, очень радостно, что ЦРВ на рашен маркете теперь. Омолаживающая маска Клоранс. Как обычно у Клоранс, все в отдельных красивых коробочках и приличная по размеру миниатюра, все-таки я бы относила ее даже к тревелу, действительно будет удобно брать с собой в путешествие, мне, потому что очень хочется брать ее с собой в путешествие, наносить на ночь, но банка ее полноразмерной версии тяжела и великовата. А вот это будет летать со мной в косметичке. Она наносится на предварительно очищенную кожу лица и шеи, что, собственно, по классике. Она и сама по себе, как черничный йогурт цветом. Вот тут спасем челку и немножко нанесем. Вы можете использовать ее двумя способами, можете нанести на все лицо и шею на 10 минут. Очень круто в этот момент помассировать кожу, потому что хорошо по ней будут скользить ваши кулачки или какой-нибудь роллер массажный. Нанесли и потом вот так чуть-чуть помассировали косточками вот этими. Я называю это скулы на лоб. Вот здесь, здесь. В общем, помассировали, оставили. Есть еще другой вариант, который всегда использую я. Это все то же самое сделать, походить немножко, промокнуть салфеткой и ложиться с ней спать. И вот здесь омолаживающий эффект проявляет себя еще лучше, потому что действительно кожа становится более упругая, заметно уже на утро. И в целом я бы даже рекомендовала ее, наверное, как курсом проходить, как ночной уход для тех, у кого кожа потеряла тонус и очень сильно заметны следы усталости. Это, кстати, я. Пропишу-ка я это прямо себе, потому что вижу, что шея моя что-то начала уставать. Вот и буду использовать как ночной крем. Плюс мне очень комфортно спать, потому что она впитывается и если уж вы там сильно переживаете за постельное белье и не ложитесь в масках спать, промокните хорошо салфеткой. А в целом я ложусь вот с таким слоем. У меня для этого бьюти-постельное белье есть. Это типа то, которое самое ненужное, которое мне не жалко, если что, за возюкать масками. И я почему ложусь со слоем маски не переживаю, потому что мне комфортно, потому что эта маска сама по себе не дает ощущения пленки. Полное ощущение кожи дышит, такой легкий, приятный охлаждающий эффект. Что-то там происходит, чувствуется, но нет ощущения, что ты в резиновой маске ложишься спать. Поэтому я спокойно засыпаю вот с этим всем на лице. Вообще, давайте отметим, что с этой маской я вас уже знакомила в рубрике «Новый день, новая маска», и причем не один раз, и в первой версии, и во второй. И очень это заметно на статистике продаж Крыгина Beauty Store. Если вдруг кто не знает, то у нас в Beauty Store появился Clorans, поэтому welcome. И я вижу, как эта маска быстро набрала свой топ и стала одним из самых популярных продуктов, которые чаще всего просматривают, чаще всего про них читают, и чаще всего совершают покупку в бренде Clorans Beauty Store. А это показатель. И если вы чувствуете, что кожа у вас устала или все какое-то в напряжении и не можете расслабить мышцы лица, наносите буквально на пару минут с утра эту маску для того, чтобы подготовить кожу к макияжу и расслабить мышцы, потому что действительно есть такое ощущение расслабления мышц, когда вот все напряжение с лица уходит. Кожа в том числе и от этого становится более гладкой, и макияж у вас будет лучше ложиться в течение дня и лучше держаться. А вот сейчас будет что-то роскошное с ароматом, роскошью, и то, что я вам лично всем рекомендую, как бы так это сказать, как девочка девочкам, потому что нет ничего сексуальнее, чем красивая кожа, красивая кожа на теле, которая сводит реально с ума мужчин, потому что они очень на это реагируют. Скажем так, я старалась быть максимально деликатна в своих словах, чтобы вы про меня лишнего не думали, потому что между нами с вами граница это стекло айфонов. Но действительно очень хочется всем девочкам это средство порекомендовать. Это лосьон для тела с ароматом ванили Saint Bar. Он вот в такой вот миниатюре, достаточно большой, в этой коробочке. Полноразмерно выглядит, по сути, точно так же, только вот побольше. Культовая уже упаковка продуктов Saint Bar, я вам уже о них рассказывала, потому что действительно по легенде Saint Bar первые продукты были разлиты в бутылках, которые предназначались изначально для спиртных напитков, и оттуда пошла эта традиция. Но давайте сразу к этому лосьону. Это магия. Во-первых, аромат ванили. Я вообще небольшой любитель сладких ароматов. Вы же знаете, да, у меня там цитрусы, лимоны, апельсины, но здесь даже я чувствую этот аромат, становлюсь счастливее. И я вам хочу сказать, сначала мне казалось, что мне кажется, но мне не кажется, и мы некое такое даже исследование в компании провели. Нам всем, мне кажется, мужчины чувствуют в этом тоже какое-то счастье. Второе, что важно, это действительно хороший увлажняющий лосьон. Он впитывается мгновенно. Третье, это фотошоп-эффект. В нем есть легкая россыпь каких-то, я даже не знаю, чего это, светоотражающих, жемчужных частиц, но у вас становится просто очень красивая, сексуальная, увлажненная кожа. Такая, которую хочется разглядывать, хочется ее трогать, хочется, чтобы тебя такими руками погладили. В общем, если бы мне сказали, выбери одно средство из линейки Синбард, я бы выбрала точно его и попросила бы себе цистерну этого крема, потому что это какая-то магия и волшебство, по-другому никак не скажешь. И да, это очень люксовые продукты Синбард, очень дорогая линия, которая вручную с очень сложным процессом производства собирается, но это стоит того. Вот хотите, экономно подходите, но у любой искусительницы, соблазнительницы должен быть такой крем. Домажитесь, поймете. Так, а маску Токлоранс мы, наверное, можем с вами удалить. И давайте покажу вам завершающее действие. Это водичка Биотерм. Такая косметическая вода, эссенция, с, внимание, планктоном. Перед применением очень важно хорошо взболтать, как коктейль. В полноразмерном варианте выглядит вот так. И, признаюсь вам, это вторая бутылка. Сейчас попросила новую, потому что, несмотря на то, что средство это для лица при прямом назначении, у меня оно стало идеальным средством для тела и спасло меня от ожогов солнечных, когда я немножко поджарилась сейчас на солнце. И это просто средство, которое реально помогло быстро восстановить кожу и увлажнить ее, так, чтобы все не слезло. Эта эссенция, по сути, вспомогательный уход для любого ухода, для любого возраста, для любой категории, для любой кожи. Она достаточно нейтральна по отношению к другим средствам, может быть использована в качестве дополнительного увлажняющего, очень тонкого слоя в вашем уходе. Что-то среднее по консистенции между сывороткой и водой. Наносится на руки, то есть это не тоник, который наносится на ватный диск, им нужно протирать, а прям пальчиками и вот можете похлопать, можете попридавливать. По сути, это после очищения и тонизирование будет таким первым шагом в увлажняющем уходе. Она имеет накопительный эффект на кожу, с каждым днем кожа все более увлажненная, все более упругая, она становится реально более крепкая, начинает появляться естественное сияние, то есть просто кожа становится здоровой. Такое стойкое ощущение, что она просто восполняет какие-то свои утраченные и растраченные запасы. Мелкие морщинки исчезают, тусклость, вот это вот ощущение уставшей такой обезвоженной кожи, она уходит, причем она уходит из первого раза, а если вы прям используете день за днем, то этот накопительный эффект он очень заметен. Плюс я что вам еще рекомендую, вот в Beauty Story есть такое, как основы маски, такие пилюльки, и можете замочить такую таблеточку в этой воде, чтобы она распустилась, и наносить как маску, тоже очень крутой эффект. Ну и что заметно, если у вас есть какие-то воспалительные процессы на коже, если вам тяжело переносить какие-то густые кремы, вы можете в целом ее использовать как замену крема, и она еще и хорошо регенерирует кожу, заживляет какие-то мелкие ранки, вот если у вас там от прыщиков или еще от каких-то кожных высыпаний есть следы воспалительных процессов, они заживают реально намного быстрее. Ну и нежный аромат, какой-то вот аромат, не знаю, увлажнения, абсолютно такой базовый, ненавязчивый, вы даже его не заметите, когда будете наносить. Крутое средство, и как я уже сказала, я жадно использовала его не только на лицо, я наносила его полностью на кожу сразу после душа, впитывалась и наносила уже сверху крем, и это был такой крутой дабл эффект, действительно кожа восстанавливалась, полное было ощущение, что она вот сгорела на солнце, и она натянута как барабан, и наносишь, и просто тебя вот прям хоп и отпускает. Это вот реально лайфхак из жизни, буквально вот недавно случившийся со мной новогодний каникул. Вот чем хороши съемки коробок, тем, что я столько всего за раз на себя наношу, что у меня потом такая классная кожа после этого, потому что действительно кожа, орган очень благодарный, вот наносишь на него, и она сразу светится, сияет, сразу упругая становится. Забиваешь на уход, тусклость, сухость, у меня это заметно прям мгновенно. Поэтому, что я вам могу сказать, девочки, мальчики, дорогие мои, ухаживайте за кожей, следите за новинками, мы вот вам фейворит собираем, то, что реально классно, и вот то, за что, знаете, вот даже без доли сомнения, не стыдно, вот прям рекомендовать, не стыдно, а хочется. И в том числе, в сборе крыльнино-бокс фейворитс участвую не только я, и не только команда, участвуйте вы, потому что это результаты определенных наших исследований по статистическим данным в студии, в магазине, на бьюти-дей. Мы выбираем те продукты, которые как-то заметно отличились за год. В общем, пробуйте, вам shine bright like a diamond, красивой ровной кожи, чтобы мужчины вас любили и ценили, с кремом и без. А я с вами прощаюсь до скорого, буквально таки, потому что что-то я отдохнула, настроение у меня класс, очень хочется мне сидеть в этом кресле перед этим айфоном почаще. Всех целую, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok